Анкара и Баку не должны согласовывать с Москвой военные сотрудничества. По мнению российского эксперта, Шушинская декларация предполагает, что Баку и Анкара будут поощрять совместное повышение боеспособности вооруженных сил двух стран. Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Москвы, высказал свое мнение по поводу отношения России и Турции, а также о размещении российских пограничников на новых участках армян-азербайджанской границы. Как именно характеризовать отношения России и Турции? Это в большей степени дискуссия о терминах. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в октябре 2020 года, также говоря о позиции Москвы, отмечал, что мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника. Это партнер, очень тесный. При этом на многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер. Понятно, что для России официальное размещение турецкой военной базы в Азербайджане вряд ли стало бы желанной новостью. Отсюда и комментарий пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, что подобные вопросы являются поводом для нашего особого внимания. С другой стороны, не будем забывать, что турецкие военные и так могут вполне открыто и даже в большем масштабе развертывать свои силы в Азербайджане, например, в период проведения совместных учений, а также учения при желании можно проводить с высокой периодичностью. Кстати, Ишушинская декларация как раз предполагает, что Баку и Анкара будут поощрять обмен личным составом, проведение совместного образования и учений, совместное повышение боеспособности вооруженных сил двух стран. Понятно, что Турция и Азербайджан не связаны обязательствами по согласованию с Москвой своих шагов в сфере военного сотрудничества друг с другом, но такие моменты вполне могут подниматься, например, на закрытых консультациях между представителями этих трех государств. Что же касается расширения присутствия российских пограничников в регионе, то, как известно, посол Российской Федерации в Ереване Сергей Копыркин недавно высказывался более осторожно. По этим вопросам идут предметные обсуждения, консультации, в том числе и в практическом плане. Кстати, реализация подобных планов может быть связана и с политическими рисками для Москвы. Например, любые случаи несогласованного пересечения границы, если нарушители, тем более с оружием в руках, будут задержаны не российскими пограничниками, а уже силовыми структурами Азербайджана или Армении, могут стать поводом для обсуждений, как минимум в социальных сетях и медиапространстве, версии, что инцидент произошел с молчаливого согласия российской стороны. Тем не менее, присутствие в этой зоне российских пограничников вполне может снизить интенсивность локальных инцидентов на границе, которые в случае возникновения вполне могут приводить к затяжным кризисам. Модест Калеров. Надеюсь, что России удастся сохранить армянский Карабах. Армения хочет, чтобы Россия сделала все за нее, защитила границу и даже не хочет провести ее демаркацию. По словам российского политолога Модеста Калерова, встреча Путина и Пашиняна в Москве 6 июля завершилась без официальных решений, что плохо. Эксперт отметил, что очевидно, что оно не было хорошо подготовлено, и Пашиняну это было нужно по политическим причинам. «Я ничего не могу сказать о закулисном разговоре», – сказал эксперт. По словам Калерова, Россия может сохранить военный баланс на Кавказе, минимизировать стратегические последствия самоубийства армянского государства. «Я надеюсь, что России удастся сохранить армянский Карабах. В противном случае Армения в этот период исчезнет как государство», – сказал политолог. Касаясь поведения Никола Пашиняна во время переговоров, способен ли он отстаивать интересы Армении, российский аналитик отметил, что тот факт, что половина армян в Армении не пришла на выборы, а только половина пришла голосовать за Пашиняна, в конечном итоге дает ему легитимность только силой четверти голоса. И эта четверть дает ему конституционное большинство. Это означает, что армянский народ не сделал для себя всех выводов после капитуляции Карабаха. Другими словами, сами люди не хотят защищать интересы Армении, – сказал он. На замечание о том, что в обращениях Пашиняна к Путину на встрече речь шла о защите границ республики Армения, Модест Калеров ответил, «Армения не хочет защищать свою границу с Азербайджаном, она даже не хочет ее демаркатировать, она хочет, чтобы Россия сделала это за нее. Россия также согласилась, но результат будет не скоро, а виновата в этом Россия. Это программа Пашиняна», – сказал он. Политолог, руководитель портала ПолитРус Виталий Ольков заявил, что ситуация в Армении и сегодня на самом деле сохраняется непростой. Мы знаем, что и блок Армения, экс-президента Роберта Кочаряна, и блок Чести Мею, экс-лидера Сержа Сарксяна, подали заявление в Конституционный суд Армении с требованием отмены итогов парламентских выборов. Они обозначили, что если решение суда будет отрицательным, если суд не встанет на их сторону, то они будут готовы вывести людей на улицы. Поэтому поддержка со стороны Москвы до Пашиняна сейчас крайне важна. Москва остается главным медиатором всех важных политических процессов в Армении, как напрямую, так и через большую и влиятельную армянскую общину в России. Она медиатор процессов на всем Южном Кавказе. Поэтому за решением вопросов едут в Москву, и Пашинян сейчас нашел поддержку в Москве. Путин признал его победу, подчеркнул важность этого для Армении. Будем надеяться, что все-таки ситуация в Армении начнет исправляться, и разногласия между политическими силами будут решаться в парламенте, а не на улицах. В этой связи, возможно, Путин и Пашинян как раз обсуждали возможность урегулирования этих разногласий в Армении, сохранение баланса, выход к компромиссу. Думаю, что определенный политический консенсус между Пашиняном и его оппонентами возможен. Армения должна быть наказана. Азербайджан не намерен закрывать глаза на то, что ему вредит. Речь идет об экологическом терроре со стороны Армении и загрязнении трансграничных рек и водоемов. Российский эксперт Евгений Михайлов отмечает, что по этому вопросу следует разговаривать не с Арменией, а с непосредственными владельцами компаний, добывающих полезные ископаемые в близлежащих территориях, в частности к правительству Германии. Параллельно, конечно, следует выстраивать диалог и с Арменией, но прежде всего следует обратиться к правительству Германии, чтобы эта страна оказала давление, отметил эксперт. Совершенно очевидно, что Армения портит экологию всему региону, и должна прилагать усилия, если не для здоровья азербайджанского народа, то для своего собственного, отметил Евгений Михайлов.